Физкульт привет! Друзья и ученики, любимые хейтеры и тролли, критики. Сегодня видео о моем представлении, чем отличается поганый хейтер и тролль от критика. Потому что многие, как я вижу, не понимают. В принципе, нормальные люди могут этот ролик даже не смотреть. Но если вы все-таки его посмотрите, оставьте, пожалуйста, комментарий, что вы думаете по этому поводу. Про плея или, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Мне очень интересно ваше мнение. Начнем с того, чем отличается критик от хейтера и тролля. Тролль это тот человек, который напишет вам видео говно, все это херня, это не работает. Это, друзья, простой выстрел, все равно, чтобы пукнуть в воздух. Что такое критика? Критика это когда ты, посмотрев тот или иной ролик, пишешь это не так, потому что вот так. Либо описываешь свой взгляд на то или иное событие, на то или иное действие, или на ту или иную рекомендацию. Вот это, друзья, грамотная критика, которую, поверьте, любит любой нормальный, адекватный блогер. Почему я вообще выпускаю подобный ролик? Потому что очень много, смотрю разнообразных, интересных для меня в первую очередь, блогеров. Это не только фитнес-блогеры, да, обучающие какие-то другие блогеры. И у любого блогера на любую тематику всегда находятся тупоголовые хейтеры и тролли, которые пишут как раз таки, вот это говно, это херня, ты все врешь. Недавно под моим роликом, который называется «И рыбку съесть, и…», где я рассказываю, почему большинство людей не достигает успеха от своих тренировок. Вы это все можете видеть, я оставляю эти комментарии. Написал чувак, ты все врешь, это все херня. Я говорю, хорошо, расскажи мне тогда, в чем я не прав, что я вру и как есть на самом деле. И что вы думаете? Ничего адекватного, естественно, в ответ не поступило. Вы можете это увидеть в недавнем моем посте, как раз тоже под этим видео, но не на YouTube, а ВКонтакте. Не помню сейчас точно в группе или на моей стене. Посмотрите и напишите, что вы думаете по этому поводу, прав ли человек, может быть, я действительно не прав. Но верх идиотизма, апогеи вообще просто высера, хейтерства, троллинга, недавно поразил меня просто, вообще снес мне крышу напрочь. Пишет мне человек, куплю твои книги, когда они будут бесплатно в торрентах. Я пишу, ну естественно, у нашего народа есть любовь к халяве, да? Почему я так пишу, потому что сам тоже люблю, смотрю фильмы неоплачиваемые, да? Пытаюсь слушать музыку, не платя за нее. И мы считаем, что это нормально. Но человек пишет следующее. Я думал, как бы мы посмеялись, так в шутку. А он на полном серьезе пишет, да нет, что я могу подчеркнуть из твоих книг, ведь в них нету ничего нового, ничего адекватного, мысли никакой нет. Никто ничего не получит, никакой пользы от твоих примитивных книжек. Я думаю, может действительно, я так тупо пишу, несмотря на то, что все, кто приобрел этой книги, пишут мне хвалебные отзывы, что мне очень приятно, за что вам огромное спасибо. Конечно же, есть огромное количество недочетов, которые я должен был бы проверить. В печатном варианте, да и в электронном тоже, когда я говорю о связках, точнее, когда я говорю о сухожилиях, написано связки. Это неправильно, но я думаю, что грамотный, адекватный человек понимает, что это просто опечатки. Но, что я получаю в ответ? Нет, человек делает вывод о моих книгах, даже не заглянув в них, я не говорю, уже прочитав. Понимаете, да, что такое хейтерство и троллинг? Но, друзья, и критики, на мой взгляд, наверное, сложно найти хуже людей, чем критики и журналисты. Хотя нет, скорее всего, все-таки политики самые отвратительные, грязные твари, существующие на этой планете. Но, друзья, критики, это тоже люди, которые зачастую ничего сами не могут сделать. Ни что-либо написать, ничему-либо обучить. Максимум, что может хороший критик, это быть теоретически подкованным в том или ином вопросе. И когда человек просто делает критику, он просто кричит на весь мир о своей несостоятельности. Критики, несмотря на то, что вы бываете часто полезны, в основном вы бездарности. И не сильно-то отличаетесь от хейтеров и троллей. Что вы думаете, друзья, по этому вопросу? Почему я вообще снял такой ролик и рассказываю, сейчас разглагольствую, на, в принципе, никому не нужную, не интересную тему? Да потому что недавно я видел ролик Зиновьева. Спасок Кукоцкий тоже часто об этом говорил. Где люди вообще, в принципе, говорят о том, что они будут блокировать уже надоевших им троллей и хейтеров, которые тем более ругаются матом. Я, как человек позитивный, понимаю их. Но, друзья, посыпались на этих людей, на Зиновьева и на Юру Спасок Кукоцкого огромное количество критики, скажем так. Многие пишут обоснованно, почему не стоит их блокировать. И, в принципе, я думаю, что в этом есть тоже доля правды. И, кстати, Скоромни говорил об этом, что любой комментарий повышает, поднимает канал. Это правда. Неважно, ставите вы лайк, ставите вы дизлайк, особенно если пишите комментарий, это действительно помогает развиваться каналу. Но, друзья, нужна ли нам, адекватным людям, такая поддержка, такая подпитка? Я думаю, что многим она не нужна. Многие дети смотрят, родители, и неприятно читать вот подобную ересь. Повторяюсь, никто из этих ребят, и я в том числе, никогда не говорил, что мы будем блокировать адекватную критику в наш адрес. И посмотрите, никто, в принципе, не блокирует подобные комментарии. Но, если вы позволяете себе высказываться матом в адрес других людей, в адрес автора канала, тем более в адрес его семьи, я считаю, что таких нужно не только блокировать, а желательно находить и стучать по баране морде. Это стадо хейтеров и троллей показывает, насколько низок уровень культуры вообще в принципе. Если посмотреть, основная масса русскоговорящего ютюба, это кто? Это дети-подростки. Естественно, реагировать на каждого хейтера и тролля нет вообще никакого смысла. Но, повторяюсь, хорошая критика, она всегда нам на пользу. И нормальный адекватный человек, прочитав ее, по крайней мере задумается. Ну, представьте себе, я вот не люблю рэп, тем более русский. По-моему, это и есть высер. Но если я буду везде об этом кричать, в такой вот манере, писать комментарии, я не буду сильно отличаться от хейтера и тролля. Тем более, когда меня не спрашивают. Если друзья, знакомые спрашивают меня, что я слушаю, что я думаю по поводу той или иной музыки, я, естественно, высказываю свое мнение. Но я стараюсь его обосновать. Я люблю рок, но, в принципе, не современный. Я люблю рок 60-х, 70-х, 80-х. На мой взгляд, музыка, она не делится по жанрам на попсу и на что-то другое. Нет, попса есть везде, друзья. Попса есть в роке, в классике. Попса есть в литературе, в художественных фильмах, произведениях. И даже в театре есть попса. Кто это понимает, тот разделяет, что ему смотреть, что читать, что слушать. На мой взгляд, конкретно современные молодежные русские рэперы не несут в себе ничего. Не в плане какой-то новизны музыки, если это можно назвать музыкой. Не в плане какого-то протеста. Потому что что могут эти тупоголовые погрозки, слушая их тексты, говорить о каком-то протесте. Нет сейчас действительно той современной актуальной музыки, в принципе, ни в роке, ни в рэпе, где было бы что-то адекватное. Протест на те или иные решения. Ведь рок-музыка, в принципе, всегда была каким-то протестом на те или иные общекультурные, общепринятые морали, нормы, постулаты. И это нормально. Но когда говоришь многим, что твоя музыка, ты поешь полную ерунду, многие, в принципе, так говорят. И рэпер говорит, я не пою, я читаю. Вот, друзья, действительно, хочешь сказать, лучше бы ты почитал какую-нибудь книжку, чем позориться вот так на всю страну, на весь мир. Друзья, не буду слишком много разглагольствовать на эту тему. Хочу сказать только одно. Если вы хотите что-либо покритиковать, я только за. Но будьте добры, любезно написать, в чем вы со мной не согласны, в чем я не прав. Я, как адекватный человек, понимаю, что я во многом могу ошибаться и наверняка ошибаюсь. И мне интересно читать ваши комментарии, которые несут в себе какую-то позитивную составляющую. Позитивную не в плане того, что вы меня хвалите или ругаете, а в том плане, что заставляющую мой мозг думать и размышлять. Вот это ценно, это бесценно. Еще очень важный момент. Что же я хотел там еще вам зачесать. Какой важный момент. Еще один интересный и важный момент. У меня есть много друзей, с которыми я знаком или не знаком, как это ни странно звучит, да, но с кем мы общаемся в онлайн, в той или иной соцсети. Есть у меня друг, я дам ссылку на его группу ВКонтакте, где очень много интересных мыслей высказывается, приводится исследований, мета-анализа. Вы знаете мое отношение и к исследованиям, а мета-анализ это, скажем так, исследование огромного количества исследований, квинтэнсенция, скажем, каких-либо исследований и вывод из этого. Так вот, друзья, я не раз вам говорил, что, к примеру, нельзя накачать низ бицепса, нельзя накачать среднюю часть груди отдельно от всего бицепса, отдельно от всей груди. Но при этом я не отрицаю, и это в принципе правильно, что акцент нагрузки слегка смещается в зависимости от того, под каким углом мы работаем, в тренажере или со свободным весом. Но, друзья, я заявляю вам абсолютно адекватно, осознавая то, что говорю, что все это абсолютно несущественно. И какие бы исследования и мета-анализ вы не приводили, это абсолютно бесполезно, особенно для натурального атлета в плане практики. Вот попробуйте просто накачать только низ бицепса. У меня есть такая идея, кстати, напишите, что вы об этом думаете, кто хочет, тоже может со мной вступить в этот интересный эксперимент. Уйти, к примеру, на 2-3 месяца в тренинге бицепса и грудных мышц, делать акценты и те упражнения, чтобы накачать, к примеру, воздействовать только на низ бицепса и только на среднюю часть грудных. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ведь еще ни один человек в мире, ни один бодибилдер не смог себе удлинить бицепс, накачать его только снизу или сверху, воздействовать на внешний или внутренний пучок. То же самое и с грудными мышцами. То же самое нельзя широчайшую как-то затронуть, среднюю, верхнюю или нижнюю часть тем более. Все это растет одновременно от начала мышцы до ее конца. Друзья, думайте всегда головой, всегда имейте свое мнение, желательно обоснованное, основанное на какой-то реальной, серьезной, желательно медицинской литературе. И тогда у вас все будет хорошо и грамотно, не только в тренировке, не только со здоровьем, но и в личной жизни и во всей жизнедеятельности в целом. Чего я вам и желаю. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале, всем сухой мышечной массы и силы без травм. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...